И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест! Сегодня у нас хорошее настроение было, солнце, жара палило, но приехали в гараж, чуть-чуть упало такое, тучки, ну ничего. Мы обещали жарче и жарче. Да, ну как бы нормально, скоро вы нас с голым торсом будете видеть. Я думаю, не забанят канал, просто очень жарко действительно, кондиционер еще мы не скоро поставим. Ну а с утра, а, сегодня мы что будем делать, полировать машину, да? Да. Да, сегодня мы отполируем, да, попытаемся отполировать автомобиль. Ну и для заряда бодрого и хорошего настроения не обгонять с утра, как всегда, Олег Дуд! Ладно, ну что ж, Ромичиган. Ты можешь сказать Олег Дуд. Да ладно. Суд, суд, судебная процессия, ну и судья выносит приговор. 25 лет лишения свободы колонии строгого режима. Подсудимый встает. Батенька, да вы что, мне же 83 года, какие 25 лет. Ну, мы же не требуем от вас невозможного. Отсидите сколько сможете. Такой анекдот. Ну и теперь, тема дня, заставка. Пошла. Для начала снимем размеры, так как мы не попросили, надо уважить человека. То есть, ширина общая 50, 50 сантиметров. Высота общая 123, метр 23, да? То есть, ну, под домкрат тут ясно, как, да? Верхний квадрат, здесь квадратная труба. 6,5 сантиметров, 65 миллиметров, да? А П-образный швейлер. 7,5 на 3,8, на 4, наверное. Здесь можете, как бы, произвольно делать, потому что, ну, размеры не обязательно прям точно. Ну и отверстия. Отверстия тоже, как вам нужно, будете делать. Так, это я показал. Ну, это тоже 50, да, получается. Здесь. Так, металл здесь тройка. По-моему, да, тройка. И здесь, я не знаю, ну, можете потолще взять. Здесь любые, произвольные. Такие, чтобы они покрепче держали. Ну, и вот эта вот фигня, вот она у меня тут немножко гуляет. Не знаю, для чего это. Ну, я бы сделал бы, конечно, чтобы она так не гуляла. Ну, и можешь, можете, домкраты, не знаю, вот у меня 12-тонный стоит, да. В принципе-то, можете поставить и 10, там, и 5, какой угодно. Домкраты, вот у этого ход, не знаю, вот такой, наверное. Ну, и домкрат также можно приспособить. Сейчас есть и двухштоковые. То есть, у них выход очень большой. То есть, если что-то надо там продавить, чтобы его 20 раз не переставлять, можно будет сделать. Ну, вот, в принципе-то, и вся конструкция. Так, ну, машинку мы загнали в тень. Ну, и, как видно, дядя Олежа вот тут вот повесил сопельку. Сопелька нехилая, поэтому начнем мы с 800-очки ее убирать. Я возьму крышечку от, ну, поняли, да, от растворителя. Обязательно это, от растворителя. Да, на мочи. И обязательно, ну, сначала обрисовываем, до края не доходим. Начинаем со шляпки. И уходим не на ту плоскость, куда натекло, а на ту плоскость, с которой натекло. Потому что та плоскость всегда толще. И вот такими движениями, потихонечку, не торопясь, срезаем общую массу. Сейчас я покажу, чтобы она не была. Вот, если видно, видите, вот наплывчик. И мы срезаем шляпу наплыва. Здесь не трем, потому что здесь у нас лака не столько много. А толщину нам надо убрать. Потому что наплыв будет видно. Если вы просто края скруглите, это будет не фонтан. И вот такими движениями шкурочку меняем. Лак не сильно у нас растет. То ли хорош кашлик. И вот такими движениями уходим к краю. Ты уже, когда смотрите, что подтек почти убрался, переходим на двухписячную шкурочку. Кому как удобно. Кому шкурка, кому наждачная бумага. Мне шкуркой удобнее тереть. Наждачная. И чем наждачная бумага? Да. Давай, Толя. Как видите, и мы тоже. Не буду называть себя там сильным специалистом. Тоже иногда торопимся. Здесь я сделал подтек, потому что решил подновалить чуть-чуть. В итоге перевалил. В итоге, да, перевалил. Как вы видите, на бутылочку я вот так вот тряпочку одел. Для того, чтобы вода немножко фильтровала, чтобы песочек у нас здесь никакой не рукава. Вода техническая. Да. Здесь главное не торопиться. Основную силу прикладываем кверху, я еще раз говорю. То есть подтечек сам видно. Разглядывать его сильно не надо. Он имеет темные края. И еще одна беда, это насекомые. Ну, насекомые здесь на втором слое лака, так что не страшно. Тоже я прохожу сразу восьмисоточкой. Плоскость делайте больше. И под конец, когда уже убрали мы, двух песочек. Само тело тогда убрали. Да, само тело, трубик убрали когда. Вокруг уже двух тысяч. Здесь даже я уже, наверное, перейду. Ну и такую затирочку. Уже вокруг. До краев не доходим. Ничего страшного. На краях не видно, если вы чуть-чуть не отполируете. Машинкой пройдете и все. Иначе вы протрете и это будет вообще нярис. Так вот убираем. И, как видите, шучка мы убрали. Тут уже подполировочку пойдет. Ну и вот такие мелкие тоже убираем. Пылинки. Ну и как бы когда пылинки уберете, можете уже подполировку зачищать. Если у вас есть опыл. Как бы у нас нет опыла, но апельсинчик все-таки есть небольшой. Поэтому либо берете вот такую на основе поролона, да, это двухтысячная. Проходите и потом уже полировки делаем. Ну и пока сзади то ли затрем. Тут ничего хитрого. Основное я показал, да, как потечек аккуратненько убрать. И как муху, да, убрать на секунду. Трублю. Трублю, да, собрать с капота. Это одно. Так что если у вас трупики лежат на животных этих, насекомых, да, на втором слое лака, лаки, не пытайтесь их убрать пальцами. Даже если она ползет, эта гадина там, да. Первый слой у вас высохший, лака. Вы же даете межслойную сушечку. Поэтому дальше он не утопнет. То есть он убирается нормально, эти животные. Ну, за исключением, если не шмель там какой-нибудь, да, пробоиды. Из бои. Да, или кошка прошлась. Главное дать досохнуть лаку. И тут главное не торопиться. Иногда можно, когда плоскость ровная и не у края, да, там посмелее можно. Ну и как бы вот такая пропочка на потеках очень спасает. Есть специальные пропочки. Я вот такой пользуюсь. То есть она не прогибается и получается, если у вас будет слишком мягко, вы будете обходить сам потек. Шляпка будет выдавливаться, да, а протираться будете вокруг. И получится картина, что вы потек не вытерли, а вокруг потека протерли. Вот это вот жопа полная, да, Толя? Вы еще пользуетесь пробочкой от Панта или какого-то. Да, это будет надежнее. Вообще есть, она тоже пробочка имеет, нагнется немножко. Поэтому пробочку вот здесь вот пальцем придерживаешь внутри. И есть такие бочечки, они продаются в запчастях, что-то мы вот никак не купим. Типа на пальцах? Они такой из очень плотной резины. Нет, она вот такого же диаметра пробочка. Они разные есть, и она очень плотная, вот ей тоже можно. Ну или, если уж совсем ничего нет, уберете штакетину, на 80-й шкурочке ее сошлифовываете, делаете ровную, так вот, чтобы к стеклу прилипало, да. И потом до 320-очки шлифанете, чтобы она уже была такая гладенькая. И ей можно это дело сделать. Но деревянные такие штучки тоже не советую, и мне как бы постоянно пользоваться. Либо перед каждой полировкой его сошлифовывать, потому что дерево вы будете с водичкой же, да, затирать. И дерево, когда у вас высохнет, его немножко свинтит. На глаз вроде незаметно, а потек это почувствует. То есть, либо сушите хорошо, и после, перед каждой полировкой, если у вас такое именно, да, тогда его сошлифовывайте, выравнивайте плоскость. Либо из текстолита вырежете себе вот эту штуку вечно. Ну, а мы пока начнем здесь. Еще в гости к нам. Давид пришел. Давид, передай привет. Привет, подписчик. Давид тоже занимается ремонтом. Вот приехал к даду Олежий. Еще раз, чтобы у других не было такой ошибочки, покажи свой постановый. Давид решил разобрать, снять дюзу. И когда откручивал, тупо ее отломал. Почему это произошло, Давид? Не знаю, в какую сторону откручивается. Да, обратите внимание, на этой штуке резьба идет левая. То есть, откручивается она не вот так, как обычно, а наоборот. По-часовому. Да. Ну, Давиду я вот от легендарного Валеры дал, запцацку. Она подойдет. Так что, будь внимателен, не разбомби еще раз. Можешь прямо здесь открутить, кстати, ослабить. Вот, как можно увидеть, ой, это я открутил. То есть, закручивается она в эту сторону. То есть, наоборот, да, не как все гайки. Откручивается в левую. Ну и полируем. Я беру белый круг. Мы уже тут полиранули, забудем все. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. ну эта штука смывается то есть ей надо чаще мазать но если когда товарный вид чтобы ухаживать как бы за машиной то дождик этот пошел был бы ну как бы вот так вот тут видно ну и стирает только молочко и сейчас будет все гуд выглядеть немножко дождик пошел конечно мешает ничего как бы крышечку нужно собрали оставили так вот выглядит уже наклеили значки крышечку полировать не надо крышечка хорошо покрасилась на улице по-любому лучше красить только надо выбрать условия во вторник еще созвонимся может быть среду подъедет семейная пара муж с женой что я говорил а 6 будет оба сотка вот трехслойка там краска то есть перламутр такой бежит то есть будем заднюю крышку тоже готовит там где-то в переход будем красить порог вытягивать так что будет наверное интересно самое что нам будет помогать во всем молодого человека ну будет интересно этому так что ждите скоро будет такое интересное видео парень стоит в аптеке у прилавка задумчивый грустный аптекар что не дура да говорит молодой человек может я могу вам чем-то помочь какие вам презерватив поздно две пачки подгузников и три пачки молочной смеси такой арекдот ну а на сегодня все надеюсь вам понравился урок и что-то вы почерпнули нужной популировки есть там но немного уроков да так что урок такой немножко разброс ты сегодня получилось там размеры той же просили ну и остается пожелать вам здоровья крепкого сибирского настроение бодрого чтобы у вас всегда было настроение на работу здоровья уже говорил да ну и конечно же добра и бабла правильно